Эта выставка Лаковая миниатюра, начало которой в России было положено еще в петровские времена, сумела выдержать все тяжелые испытания, выпавшие на ее долю за все эти столетия, и продолжает радовать наши глаза и душу по сей день. Все эти предметы – шкатулки, ларцы, пасхальные яйца, табакерки, пластины, бочонки – выполнены лучшими мастерами лаковой миниатюры уже в 70-е и 90-е годы XX века. Четыре центра искусства миниатюрной лаковой живописи – Фидоскина, Палих, Мстера и Холуй, действующие ныне, до революции 1917 года, были известны как старинные промыслы иконописи. У каждого своя история, свой путь развития, свой секрет оригинальной техники написания и традиции. Палихские лаковые миниатюры пишутся на шкатулках, изготовленных из папье-маше. Отличительными чертами этой школы является миниатюрное письмо, многообразие элементов композиций, узорчатость письма, деревья с натуральной листвой. Фидоскинская миниатюра – это реалистическая живопись. Излюбленными мотивами этой роспись являются тройки чаепития – сцены из русской крестьянской жизни. Также изделия фидоскинских умельцев отличают использование перламутра в инкрустациях. В работах холуйских мастеров живопись плоская, отсутствует трехмерность. Особенно вот этот угол мне особенно понравился, он выполнен прям объемно, цветы такие прям насыщенные. Особенно нравится то, что сделано в черный фон, он очень выделяет эти цветы, они получаются яркие, насыщенные, прям безумно понравился. Все работы выполнены очень аккуратно. Украшением выставки, несомненно, являются городецкие золотошвейные платки, производство которых стало сейчас возрождаться. Надо сказать, что в какое-то время, во время перестройки, этот промысел стал затухать. И сравнительно недавно появились энтузиасты и возродили этот промысел. Совсем недавно, буквально этой зимой, мы купили два произведения «Шаль» и «Палантин» с выставки нижегородских промыслов, которая проходила в Москве в 2012 году. Выполнены уже вот новой, на коммерческой основе, правда, это возрождение произошло. Слава Богу, что есть такие энтузиасты, которые вкладывают и умения, и какие-то свои, и труд, и деньги. Все эти виды искусств – это уникальные явления мировой художественной культуры. Это то, чем мы можем гордиться всегда. И по сей день золотые руки российских умельцев дарят нам уникальные произведения высокого качества исполнения, о котором, кстати, очень хорошо помнят за пределами России. Буквально в прошлом году я была в Жостово, и у них там на этой фабрике делали по заказу итальянцев, расписывали воздухоочистители, и расписывались металлические большие такие колпаки, и расписывались нашими жостовскими художниками. И так это красиво смотрелось. То есть вот эта роспись входит в жизнь не только в виде подносов, но уже и какие-то новые формы приобретает. Выставка цветов и красок хоровод продлится до 22 октября. Приходите, не пожалеете. Ольга Миронова, Александр Федоров. Волгоградское деловое телевидение.